Я бы хотел коснуться истории, если мы вспомним, какие же исторические моменты Россия очень быстро, пространственно развивалась. Если я помню историю, то это происходило со середины второй половины XVI века, пожалуй, по конец XVIII столетия. Пятимиллионный небольшой по европейским меркам народ распространил свое влияние фактически от Нижнего Новгорода до, включая, Калифорнии и Аляски. Идивительные книги, конечно, но мы в этом мало вспоминаем. И это к чему? Я хочу сказать, что реализация стратегии значительно важнее ее качества. Я сомневаюсь, что в те годы наши самодержцы имели хоть какие-то стратегии. Более того, я даже думаю, что и некоторые историки показывают, что самодержцы иногда были приятно или неприятно удивлены теми завоеваниями, которые происходили на рубеже XVI-XVII веков. И им просто приходилось получать эти территории в качестве дара. Мы прекрасно помним завоевание Ермака, Сибири. И все эти истории говорят о том, что, подчеркиваю, реализация стратегии важна. И вы об этом в качестве многих спикеров об этом говорили, что очень много стратегий было написано, и, в общем-то, толку от них мало. Поэтому вовлеченность регионов, населения, а особенно активной частью населения, которым является бизнес, и я, кстати, очень поддерживаю те высказывания, которые говорят о том, что, в общем-то, о частном бизнесе никто никогда не вспоминает. Вспоминают, когда нужно отнять 500 миллиардов рублей, и вспоминают, когда нужно еще что-то государству. Но мы никак не представлены ни в общественной палате, мало представлены, мы мало представлены в сферах власти. И к нам относятся реально как к корове, которые либо дают молоко, либо мясо. И, в принципе, это одна из, мне кажется, больших ошибок. Я подчеркиваю, что это показывает, что мы развивались активно, когда была сильно разнообразная демократия, когда даже цари спрашивали у своих бояр, а сколько, в принципе, можно поднять налоги. Я говорю по 1648 год. Продолжая дальше эту тематику, хочу сказать, что в нынешний век, вот я слушал в свое время господина Примакова на Губе Меркурий, он говорил о том, что нынешнее устройство Российской Федерации, где две трети контролируют федеральный центр и одну треть регионы, он не соответствует федеральному устройству и еще тогда призывал к тому, чтобы это было 50-50. На сегодняшний момент мы имеем, что 85% расходов концентрированного бюджета контролирует федеральный центр. В такой ситуации, говорить о вовлеченности регионов и бизнес на периферии невозможно. Вот мы делаем бизнес, и у нас есть производство в Хабаровске, в принципе, в качестве каждого второго субъекта федерации. Надо сказать, что есть даже субкультура. Вот есть, в принципе, субкультура на Дальнем Востоке, и производственные отношения в Хабаровске стоят намного сложнее, чем в Уральском регионе, где еще помнят Демидово. Я вам честно говорю, что предприятие легче построить на Урале, и найти рабочую специальность от инженеров до механиков проще на Урале, чем на Дальнем Востоке. Это правда проблема, но она решаема. Многие специалисты могут переехать. Конечно же, мне очень понравились и высказывания. Менамо взгляд, они даже ни другому не противоречат, а дополняют. И мне, в принципе, я первый раз присутствую в таком мероприятии, и доклад, который сделал Миндек, мне понравился. Во всяком случае, все, что услышал, не вызывает у меня отторжения. Единственное, что я бы добавил, климатические особенности, которые должны влиять на расселение людей. Нас мало, 140 миллионов, мы живем на одной шестой территории, и мы вправе выбирать территорию, которая более пригодна для живья. Надо сказать, что в декабре у нас вообще не было в прошлом году, ни одного солнечного дня в Москве. А есть очень хорошие климатические условия на Дальнем Востоке, Хабаровск, там очень много солнечных дней. Это Владивосток, Юг Российской Федерации. И ничего в этом стесняться нет. Очень хороший климат, и мне кажется, эти территории должны развиваться быстрее. При этом я также поддерживаю многих высказанных мнений, что, допустим, на севере мы ведем бизнес на севере. В частности, у нас был конкурент в Якутии, он разорился. И я для себя не вижу, каким образом можно развивать индустрию или сельское хозяйство в таких территориях, как Якутск или Камчатка. Но в силу того, что цырье туда привезти на 10% дороже, чем в том же Хабаровске, уж не говоря про Рязань, вывезти продукцию, это еще 25%. То есть проектная себестоимость у нас всегда получается 40-45%, не говоря о том, что там более дорогие коммунальные услуги, больше зарплата, дороже от энергии. То есть по строительной продукции, я думаю, по многим товарам массового производства, себестоимость окажется выше, чем туда привезти. И поэтому действительно Дальний Восток – это северно-морской путь, это речные акватории для развития речного транспорта и минеральная база для добытия цветных и драгоценных металлов. То есть в принципе я вот в этом смысле поддерживаю. Второй важный фактор, который, мне кажется, можно отметить – это зарубежные связи. Россия существует в мире, мы очень много стали экспортировать, и кризис 2014 года показал, что хорошо, что мы вовремя обратили внимание на экспортные рынки, и сегодняшнее падение рынка стройматериалов мы компенсируем экспортом. И когда рубль падает, ну в каком-то смысле наши экспортные коллеги радуются, потому что мы все больше и больше экспортируем, в этом смысле наш уровень загрузки предприятий не снизился. Но надо сказать, что в этом смысле большую помощь получили заводы, расположенные в Ленинградской области, в Московской федеральном, в Центральном округе, поскольку отсюда везти на Запад продукцию проще. На много более сложной ситуации оказались предприятия нашей группы, которые находятся в Татарстане, в Ульяновской области, на Урале. Сил, понимаете, да, логистика дорогая, и везти продукцию оттуда на экспорт очень тяжело. Даже завод в Ростове запросто заместил выпадающий объем экспортом за Кавказь и в Турцию. Не удивляйтесь, что, ну в общем, я считаю, что зарубежные связи и встраивание, чем более, что один из департаментов Минэка занимается развитием цепочек производственных, является ключевым фактором, и в этом смысле я бы, конечно, приграничные зоны развивал в первую очередь. Не забывайте, что то же самое делал Китай, когда развивал первую экономическую зону в портовой зоне. Поэтому я бы отдал предсеты, конечно, логистически связанным регионам с такими центрами развития, как Европа и как Китай. Просто смысл такой, что вот в Хабаровске мы поставили самую маленькую производственную линейку из нашей линейки. Подчеркиваю, самую маленькую. Наши производственные мощности линейки в европейской части России имеют в 2-3 раза большую производственную мощность. 50 тысяч тонн – это минимум. Так вот, мы нашли рынок, а там всего 6 миллионов живет на Дальнем Востоке, только на 30 тысяч тонн. 20 тысяч тонн мы должны экспортировать, пока не особо удается. Я думаю, что каждый второй производственник будет говорить о тех же самых проблемах. Очень размытый и очень малый рынок. И проблема любого инвестора связана с тем, что на этот рынок нет спроса. Поэтому Дальний Восток, конечно, должен встраиваться в дальневосточные цепочки Азиатско-Тиханского региона. Ну, в общем, все. Спасибо большое.